Встречаются такие люди, что к ним даже коронавирус не пристанет. А ты просто оставайся дома. Дома лучше всего. Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 22 апреля 2020 года. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 57999 человек. За прошлые сутки оно возросло на 5642 человека. Количество выздоровевших превысило 4420 человек. За последние сутки выздоровело 547 человек. Всего в стране от COVID-19 умерло 513 человек. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 57 человек. Две трети всех умерших от коронавируса в Москве на ранней стадии не обращались за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники, сообщили в столичном оперативном штабе. Там предупредили, что многие занимаются самолечением при симптомах ОРВИ и тем самым подвергают свое здоровье смертельному риску. Власти Москвы и Подмосковья обязали людей с симптомами ОРВИ соблюдать такие же меры изоляции. Врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что ошибся с прогнозом пика заболеваемости в России. Ранее он говорил, что пик придется на конец апреля. По новому прогнозу, до мая распространение COVID-19 в стране будет расти, в мае заболевание выйдет на плато, это когда число новых случаев не растет, а к концу месяца эпидемия пойдет на спад. Большая доля молодых людей среди зараженных коронавирусом в России обусловлена тем, что пенсионеры более дисциплинированы и лучше выполняют требования социальной дистанции, заявил замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии. Тесты на антитела к коронавирусу могут стать доступными для всех желающих уже в мае. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии Павла Волчкова, процесс разработки таких тестов не слишком сложен, но его должны быстро зарегистрировать надзорные органы. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США – 824 400 человек. Испания находится на втором месте – 204 100 человек. Италия – на третьем – 183 900 человек. Франция – на четвертом – 159 200 человек. Германия – на пятом – 148 400 человек. Россия располагается на десятой строчке. Ученые из Немецкого института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться COVID-19 служит долгое и близкое общение с его носителем. Исследователи не смогли найти следов живого вируса на поверхностях предметов. Человечество может столкнуться с голодом библейских масштабов из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность, заявили во Всемирной организации здравоохранения. По данным ООН, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 миллионов человек. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей. Также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц от 5 до 10 миллионов рублей. Встречаются такие люди, что к ним даже коронавирус не пристанет, а ты просто оставайся дома, дома лучше всего.